И сегодня мы обещали вам фронтмена группы Аторва. Жень, скажи, что твоя первая творческая встреча в таком формате? Что такое Дубай? Кондиционер, мы его не можем выключить. Ну нет, это хорошая встреча. Мы рады, что тебе уже нравится. Мы думаем, что дальше, когда наш вечер уже будет в самом разгаре, мы сделаем классную творческую встречу для всех, кто сегодня пришел посмотреть. По крайней мере, посмотреть. Просто посмотреть. Само собой, нужно с чего-то начать. Очень хочется, чтобы ты рассказал немножко о себе. О том, как ты начинал. Потому что у вас люди, которые зашли, просто посмотреть. Зеваденькие, да не знаю тебя, да? Таких в Украине нет. Они, наверное, есть. Можно его отключить? Привет, ребята. Меня зовут Женя Галич. Я из группы «Оторвак». Мне 31 год. Я женат. У меня маленькая дочка. Я всю свою жизнь занимаюсь музыкой. Играю на гитаре, пою. Играю на остальных разных музыкальных инструментах. К сожалению, был замечен в нарушении закона. Я работал на телеканале М1. Я веду, провел программу на радиостанции. Теперь я еще и снимаюсь кино. Я разносторонняя личность. И вообще целыми днями чем-то занят. Я мечтаю отдохнуть. Хочу поспать. И очень голодный. Мне дует в правый глаз кондиционер. Он поспешит на помощь. И показывает, как он… Клиф. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Это Юра. «Надстейджмен». И один из самых лучших моих друзей. Их не так много. Вот. Нас на самом деле в Матернах Фэмили получается девять человек. Всех, кто занимается группой. Пять музыкантов. А четыре наши самые близкие человека. Это Юля, Юра, Костя и Антон. Это вот люди, с которыми мы работаем целыми днями. Я их безумно люблю. Мы в последнее время проводим столько времени вместе, что я думаю, что у нас какие-то семейные отношения будут. Вот. А мы только что приехали с Центрума. Там будут два концерта. И у нас все вроде получается. Как круто, что это все состоится. Вот. Друзья, у нас сегодня действует правило поднятой руки. Если у кого-то есть желание, я думаю, точно будет, задать вопрос Жене, то, пожалуйста, поднимайте руку. Он ответит на ваши вопросы. Мы сегодня работаем в формате диалога. Я думаю, вам будет интересно узнать подробности жизни Жени Галича. Да? Если есть вопросы, можете по ходу поднимать руку, и Женя тактично будет замалчивать и слушать вопросы. Я не буду отмолчивать. Я буду отвечать на любые вопросы еще раз. Да. Привет. Давайте будем по ходу. Да. 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 Значит, фильм называется «Проголовое», снимает Алексей Шапарев. Это очень крутой украинский режиссер, который снимал много сериалов и фильмов для России. Это прокатное кино, которое будет показано в кинотеатре. Фильм называется «Проголовое», а фильм о украинском боксе. Почему я играю боксера, я до сих пор понять не буду. Вот. Но мне позвонил Леша и предложил сыграть боксера, причем не самого доброго и хорошего, но это одна из главных ролей там людей всего. Есть парень, который хороший боксер, и есть парень, который плохой боксер. Вот он на экране, плохой боксер. Вот. И, в общем, я играю, почему я бегаю, потому что всем напарникам, с которыми я буду драться в кадре, им там 20-25 лет. Мне 31. Я 31 год бухал и отвратительно себя вел. Слава Богу, все давно позади, и я вот начал заниматься спортом, мне не чертовски тяжело, но я стараюсь максимально, сколько это возможно. Вот. Ну, просто график такой дурацкий получается, что мне сейчас 2 тренировки в день было, на какое-то время. Гастроли, подготовка концертов, учебки в фильме. И я просто не успеваю, но я надеюсь, что все получится, я буду хорошо выглядеть в кадре. Да. Дальше. Да. Русян, ты хотела задать вопрос? Да. Пожалуйста. Все мы знаем, что ты родился в Болтаве, и как круто тебе было в прошлом, так сказать, стать знаменитым, то есть как ты издавался в обществе? А ты же так и твоя землячка спрашиваешь, да? Да, привет. Ты из Болтавы тоже, да? Ой, здорово, хороший город. Я очень спокойно отношусь к понятию знаменитость, популярность. Мне гораздо больше нравится, когда есть такое словосочетание, как востребованность и уважение. Уважение я добивался долго, и это важный для меня процесс, потому что мне кажется, что совсем недавно я отмылся от некоторых не самых приятных моментов в моей жизни, и вот совсем недавно я стал тем, кем стал, благодаря, опять же, парням и людям, которые меня окружают. Что касается Полтавы, я в Полтаве с 92-го года, я родился в Белой Церкви, у меня отец военный, поэтому постоянно переезжали. И вот все это время я занимался тем, чем занимался. Я играл на гитаре в гараже, поел примочки и в пачке из-под сигарет, собирал ударные инструменты из того, что осталось в доме пионеров. Это процесс, который я проживал. Я, в принципе, ни о чем не жалею. Поэтому, наверное, все, что происходит, вот происходило с уторванным, происходит сейчас, наверное, это такая вот череда тех действий, которые каждый из нас совершал. Костя, Юра, Юля, я по очереди как-то находили какие-то коннекты и взаимодействовали. И вот этот процесс, вот, получается, происходит. Вопрос. Дальше. Пожалуйста. Да, Рома. Вопрос такой. Я хочу спросить. Ты считаешь самым большим достижением, и какое следующее у тебя цель человека хочет достичь ближайшим? Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Самое-большое достижение, как бы не банально это было, это моя дочь. Моя семья, моя дочь. Это просто, это такое, я не знаю, есть у кого-то из вас дети или… Я просто не знаю, с каких-то людей там, каких-то взрослых. Это вообще другая штука. Это то, чего ты никогда не почувствуешь, пока у тебя нет собственного дела. Вот это стимулы, это новая жизнь, это новое ощущение во всех отношениях. Что касается достижений каких-то в группе, то самым моим большим достижением являются те люди, с которыми я работаю. Это вот люди, с которыми, просто поверьте, мы столько раз меняли музыкантов, звукорежиссеров, техников, директоров. И вот сейчас, на мой взгляд, у нас идеальная команда во всех отношениях. Мы ссоримся очень часто, мы постоянно ругаемся, спорим и пытаемся доказать свою правоту, но при этом друг у друга учимся. И, наверное, самым большим все-таки достижением моим является то, что я научился не только говорить, но и слышать. Не просто слушать, а слышать людей, которые пытаются со мной общаться. Наверное, это самое большое. Ну и, не знаю, можно этим хвастаться или нет, но мне кажется, что одним из достижений, которыми я могу похвастаться, наверное, вам сегодня так точно, я содержу не только свою семью, но и максимально помогаю своим родителям. и если всю жизнь не отдавали что-то мне, то теперь я максимально стараюсь отдавать что-то мне. вот это, наверное, достижение всего. Просто, когда у тебя свой ребенок, у тебя с ним настолько сильная связь, когда на генном уровне это, понимаешь, я знаю, что она сделает в следующий момент, я знаю, как она отреагирует, я знаю, как она выглядит, я знаю, как она выглядит, я знаю каждую, вот я сейчас закрываю глаза и знаю вот прям, как ноготок каждый на пальчике выглядит. все эти подуши, я все знаю, как выглядит, как ела, как она, как она. что касается ребенка, которого я усыновлю, допустим, я об этом думаю очень часто, мне кажется, что такой сильной связи с чужим ребенком быть не может, и вот этого я боюсь. я боюсь со временем понять, да, я буду очень стараться, наверное, его любить и всячески помогать и оберегать этого ребенка, но вот эта огромная ответственность перед тем, что может случиться дальше, гены могут взять свое, понимаешь, у этого ребенка могут быть, ну, там, на каком-то генном уровне заложены качества агрессии или наоборот, чего-то другого. я с этим справиться не смогу, потому что я не настоящий ответ. вот этого я боюсь, но я об этом постоянно думаю. спасибо. еще вопрос? Женя, у нас прозвучало, наверное, количество вопросов и... три. да, три. я не запомнил. три вопроса и нам, как организаторам сегодняшнего вечера, очень хотелось бы услышать от тебя стихи. это возможно? да, я чувствую, у меня голова настолько сильно забита, я сейчас, как начну рассказывать стихи, начну сбиваться, нервники. а мы тебе поможем. я думаю, что многие люди знают твои стихи и мы... я думаю, меня поддержат в зал, да, чтобы Женя почитал стихи. да, да. хорошо. я не знаю, что вам прочитать. я могу даже поставить тебе табурет, чтобы ты стал табуретом. давайте сейчас попробуем. У меня есть один стих, который я хотел бы прочитать, он не моего авторства. Вы можете пока спрашивать какие-то еще вопросы. Жей, кто автор стихотворения? Андрей Гуневский, полтавский поэт. У тебя вопрос можно? А, да, Владимика, пожалуйста. Старший Коломеец, вот вы общаетесь, да, хорошие друзья? Саша, Саша. Даша Коломеец, да, конечно. И ты занимался у нее влоги, у вас там фотосессия была, да, вместе? Да. На мотоциклы, там, вот. А ты взросла карьерем моделей, может быть? Я? Парни, вот, я просто, я сейчас отвечаю на вопрос. Реально, пацаны, вот все, кто здесь есть. Кто-нибудь из вас? Хорошо относится к парням-моделям. Нет, ну я, я, я как бы спокойно отношусь. Кто-нибудь из вас думал о карьере модели? Это как вообще? Кто тут и спортом? Нет, я не думал о карьере модели. Давайте еще вопросы, пока еще. Какие у тебя любимые группы? Какие у тебя любимые группы? Ну, от Норваль. Нет, на самом деле, если говорить о любимых, то, конечно, это какие-то классические группы. Queen, Beatles, Foo Fighters, Nirvana, Led Zepple, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Slayer. А, да. Ну ладно. Если говорить о нынешней группах, то мы очень много слушаем украинской музыки. Вот. У меня есть две любимые группы. Группа Кости, Маяк, и группа Юры, ты полный царь. Да? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот. Ну, на самом деле, вот мы, ребята, принесли в группу, как принести? Мы давно давно с манекеном, но никогда не обращали внимание на его творчество. Вот сейчас принесли манекена в группу как-то в индийской дороге. Вот прям восхищаемся, то, что делает Женька. Онука. Брюнет Шестбланс, Фантализа, Stone Jesus. Много групп, которые стоит послушать. Много хорошего украинского. Да. Возможно, хотелось с кем-то посотрудничать через украинский. Да, мне плевать, на самом деле, там, с кем сотрудничать. Если че, ну, мы бы хотели там поговорить, мы говорим о сотрудничестве с манекеном, мы всячески пытаемся восклонить к этому сотрудничеству, хотя он не против, просто время не может найти. Но у меня нет там желания особого. Вот я бы с кем посотрудничал, наверное, мне бы очень было интересно с Джамалой. У нее настолько позитивная энергетика, не энергетика, а аура, которая вокруг нее. Она походит на все наши концерты, а мы стараемся на ее концерты. И мы как-то так друг от друга дремся, но пока еще не это. Лайки поставим. Лайки поставим. Так? Лайки поставим. У меня, в принципе, и батьки, и трошки музыканты. Мы там заканчили школу по фортепиано, она трошки играли на гитаре. Но в четыре года у меня дома появился пионерский барабан. Единственное, что я делал, это играть на этот барабан. С временем меня отдали в музыкальную школу, я начал играть в музыкальной школе. И все, ну типа, шляху назад не было. Я постоянно играл, или на клавишах, или на барабанах, или на гитаре. Я постоянно искал для себя какие-то музыкальные инструменты и хотел этим заниматься. Я никогда, никогда в жизни не думал, что я буду заниматься чем-то другим. Так, так, так. Мы начали еще в 99-му році. В 94-му році мы познайомилися с демом. Это наш гитариста Телленду, с которым я граю 29 лет. Это моя другая половинка, я без нее не могу, без него. Это человек, который настолько выполняет меня, а я его. Мы настолько общаемся, настолько близкими, как родные брати. В 99-му році ми створили группу, ну там, в 94-му якихось крутах грали, где там по чертям. Потім в 99-му році ми в школе створили группу «Апофеоз». Після того часу почали грати в чотирьох. Барабани, паз-гитара, две гитари. Після того часу почалася та онконація. У нас был «Апофеоз», «Дайверсити», «Нейлі Фемелі», «Стакан з підпила повного піни». Назвамо, какого-то такого не было. И потім крутые педали, и потім уже «Оторбер». Я никогда не разделял свою сделку, складовую музычную. Тобто, всі ці гурти в Бродінному називалися, але за цей час це був «Оторбер». Просто назвав «Оторвальд» з'явився трішечки більше. У 2005-му з'явився «Оторвальд». Ту назву придумав наш виталец, який ми вже не граємо. На жаль, я вам за счастье. Я не дуже люблю ці назви «Остан». Моя нива нам дуже не подобається, але не має серти меня. Так. Мотоцикли. Мотоцикли, машини. Я люблю красиві мотоцикли і в восторге от ретро «Остан Малді». Свинка Пеппа. Мотоцикли. Можені я в тому году не грато, а позапрошаць на сноуборде. Юля у нас заядно, на сноуборде. Вона війна сказала, що вона потратить мене на сноуборд. Можені цей у нас такі щатал internal. Моці виконалі. У мені є лоукборд. Берець. Боксг Берець. Мне нравится боксировать, мне нравится заниматься боксером. Мне нравится, когда... Хватит! Вот такие увлекания. Ну, я как бы не знаю, увлекаться чем-то сейчас... Я люблю какие-то штуки, которые нельзя назвать увлечением. Я люблю дизайн интерьера, рассматривать всякие какие-то антиквардные приколы. Барахолки люблю, церковные. Друзья, давайте еще один вопрос, и Женя прочтет стихотворение. И вы пока подумайте еще над своим вопросом. Представьте, что у вас есть вопрос... Давайте отпрощим стихотворение на самый конец, а вы пока задаете вопрос. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы пока подумайте еще о своей вопросе, потому что представьте, что Женя Бог, и вы можете задать ему один вопрос Богу. Да, у вас один шанс. Старостач какой-то группы, нет? Какой статуировок какие-то? Да немного. Спасибо. Да, видишь, выйти, нет, не видишь. У меня много татуировок. У меня одна рука полностью в татуировках, вторая практически полностью. Здесь на груди, здесь недавних пор еще на одном месте. В следующем клипе. Я люблю татуировки, это одно из увлечений. У нас был Викторис Никит, он татуировщик. Слава Богу, у нас с этим проблем сейчас не был. Татуировки делают... Я к ним очень отношусь так трепетно. У меня нет ни одной дурацкой татуировки в плане... То есть я не делаю татуировки как рисунок. Я делаю татуировки как значение чего-то. У меня ни одной нету татуировки, которая ничего бы не значила. Все они что-то для меня значат. Я могу каждому объяснить, но это будет очень долго. Все, давайте по очереди. Левое, правое, белое. Да, правое, белое. Я лучше повесить. Давай. Как давно вы слышите? Еще на экране, как часто вы слышите? Очень серьезно вы слышите. Я тоже серьезно это все оставлюсь. Я давно слышу, начинаю с 94-го уроку. Так, чекайте, мне было 94-го. Десять? Правильно, да. З 94-го уроку я пишу. Якись банальные, небанальные речи с самого начала. Потом я писал что-то, что мне понравилось. Мне нехай будет что. Починаючи с этой встречи, заканчиваясь тем, что я могу ехать в машине, что-то побачить какие-то отношения, какие-то выроденные ситуации, которые я хочу, чтобы сталося на самом деле. Поэтому для меня писать очень важно. И музыку, и версии. И какие-то... У твоего русского языка? Я пишу разнообразную мову. Украинскую, русскую. Нещодавно навыкался писать англійськую, польскую. Я вдало. Но я пошел... Дякую. Давай. Наверное, сложный вопрос. Как ты считаешь, если ты находишь какое-то свое дело? Это скорее, чтобы понять, что это твое дело, тебе нужно как-то выстрелить, чтобы потом получить какое-то, не знаю, удовлетворение и какой-то успех? Или же оно само должно идти как по маслу? Не, ни в коем случае. Любимое дело не может идти как по маслу. Скорее всего тебе с самого начала будет казаться, что ты что-то не так делаешь, что тебя не воспринимают, что тебя не понимают. Вот. Для меня был бы следующим образом. Я не могу сказать, насколько это там для каждого. У меня было так. Я четко знал, чем я хочу заниматься. Я это чувствовал. Это где-то здесь. Это где-то здесь. Я знал, чего я хочу. Но у меня сразу это не получалось. Не получалось сначала. Потом получалось. Потом вообще не получалось. Потом вроде начало получаться чуть-чуть. И тут опять под дых совсем не получается. Ну и в этом интерес. Если бы сразу все получилось, вообще было бы неинтересно. Поэтому, на мой взгляд, любимое дело, это дело, которое нужно выстрадать обязательно. Вот. И от этого, конечно, ты получаешь удовлетворение. Вот. Группы, которые идут. Группы, певцы, люди, которые идут в талант-шоу, допустим. Вот я четко могу проследить это. Это страшная штука, на самом деле. Когда ты приходишь, и с тебя в течение сезона твое любимое дело, а скорее всего, мальчики и девочки, которые идут в талант-шоу, они понимают, что они идут туда для того, чтобы продолжать свое любимое дело, заниматься музыкой. И в течение одного сезона тебя делают звездой. У тебя появляется мейкап, у тебя появляется стилист, лизажист, у тебя появляется композитор, тебе эранжируют песни, тебе дают сцену, у тебя появляются поклонники. И, блин, в смысле, того, чего я хотел, это же я, я на X-Factor, я счастлив. Не, причем это неплохие талант-шоу с точки зрения аудиторности. Ну, мне они нравятся, как они сделаны, все окей. Но внутри человек, если он ничего не стоит, если у него нет стержня внутри, он получает все это, а начинается следующий сезон, и все, нет этого человека. Нету Артема, Паркета или кого-то еще другого. Просто его не существует, и начинается, ты думаешь, что ты что-то не так сделал, а на самом деле ты сделал все так, просто проблема в том, что есть взлет, а есть падение. А вот я не люблю падать, страшно. Хотя, с такой стороны, когда падаешь, что вот как в боксе. Если ты падаешь, а потом подымаешься, это очень круто, это самое, или как в сноуборде. Едешь лицом в снег, да! Что? Нос разбит, кровь на снегу. Хе-хей, давай я дальше. Вот, поэтому, наверное, нужно падать и вставать обязательно. А можно как-то понять вообще, когда вот, как ты сказал, что вот, когда закончится это страдание, это страдание? Нет, не нельзя. То есть это случайно? Мне кажется, что у каждого индивидуально, в любом случае. Спасибо. Пожалуйста, это голос. Ага. Да, там, да, что это? Да, давайте, вот, да, девушка Саммер, да, 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 вы. Здрасте. Саммер. Правда. Здрасте. У меня сидит здесь через час, вашенька будет в футболе. В футболе будет в футболе, в футболе и в футболе. очень жаль что никого не у кого из вас нет и вы меня поняли сейчас мы очень часто обсуждаем этого двое детей если бы я если мои родители хотя бы догадывались о том чем я занимался когда они не видели начиная с самого детства когда я представляю что его будет на тех стройках с кого из гаражей с которых мы прыгали в сугробы для третьего этажа стройки сигаруси сугроб убежать от родителей куда-то там уехать на поезде и еще что-то я когда это представляю но тут появляются седые волосы уберечь детей от ошибок невозможно возможно быть им другом и всячески говорили каких-то своих ошибках говорить честно говорить о наркотиках говорить о алкоголе говорить о безопасном сексе там и так далее не с точки зрения нет ни в коем случае этим не занимайся и не делай да делай ради бога пробуй только со мной хочешь давай попробуем я с удовольствием хочешь попробовать давай часто пробовать вот поэтому на мой взгляд основывается у меня очень крутые родители они никогда меня не ругали заранее то есть они никогда не говорили мне там ты будешь наказан если ты что-то сделать по постфактум если я что-то напортачил да я мог получить по шее но по факту они были лучшими друзьями они не разрешали ошибаться и наверно наверно я так и буду рассыпывать свою дочку если надо еще спасибо здесь есть вопросы слева бика вот ты закончил учреждение у тебя есть образование что на тебе вообще вот мы сейчас учимся и мы думаем надо но мы и не надо нет университета чуваки слушайте я прям не знаю как это такой камерный вопрос я вам честно скажу я закончил военный вуз все что это мне дало это коллективизацию воспитание когда ты живешь в казарме который 125 человек парни и так или иначе у тебя появляется какой-то характер какая-то сила воли какое-то воспитание какая-то закалка наверное это то что мне дал военный ценность дружбы хорошее отношение судьи что касается образование я инженер телекоммуникационной системы сетей вы хотите знать что это я сам хочу я ни разу в жизни не достал ни разу но это только я такой объясню почему я четко знал что я заканчиваю военный вуз потому что это нужно моему отцу он военного хотел меня видеть военным не было нему я я это делал потому что что ему было так нужно и на мой взгляд наша система не идеально у нас если человек молодой человек после школы не поступил он изгон но в этом нет необходимости поступать сразу после школы нужно поступать только тогда когда ты понимаешь чего ты действительно хочешь у нас система которая загоняет любого подростка начиная со школы что мы должны сделать мы должны следующее вы должны отучиться в школе если ты ушел после девятого класса изгон если после 11 ты не поступил если после 11 ты не поступил и изгон все родители ваши родители маша не поступил почему она должна была для кого она должна была чем прикол а потом когда маша 22 года не жила не замужем что мир до сих пор а саша в 24 не взял кредит на машину не система видео построена отвратительность учиться нужно идти тогда когда вы понимаете зачем вам это нужно если бы я сейчас учился я был бы идеальным специалистом если бы я сейчас учился музыки где-то я бы совершенно другим музыкантом потому что мне сейчас я понимаю зачем я это делаю я понимаю зачем мне это нужно когда меня судили и заставляли играть и тюды и играть какие-то сонаты я думал нахрен вам не надо вообще эту фигню играть когда я битл смогу подобрать мне это было неинтересно я бы сейчас все отдал для того чтобы учиться этому снова но с другими мозгами осознанно для чего вы учитесь в педагогическом университете вы хотите быть преподавателями вот реально нет нужно понимать для себя определить свою цель нет если у вас нет 17 пусть она появится в 18 если ее нет в 18 пусть это будет 20 лет вы лучше пойдите поработайте где-то сделайте что-то полезное раз и представьте мало ли что случится война которая сейчас идет у людей в донецке на востоке были дома была какая-то своя жизнь и все забрали всем продавцы мобильных телефонов которые мобильные телефоны домой они мобильные телефоны ничего не принесли хорошего потому что все забрала война нужно жить сегодняшним днем нужно жить полной жизнью нужно заниматься тем что вы хотите завтра может не быть а вы завтра скажете блин что зачем я занимаюсь и завтра все конечно даже если вы учитесь попробуйте найти для себя какую-то ну какую-то полезную в эту штуку не учитесь просто так для того чтобы сдавать экзамены и родители вас хвалили какие вы группы найдите для себя какую-то пользу вот это вот это вот я не задавал вот этого парня какой парень? да да мне сейчас парня нравится да да естественно очень хотел бы сыграть мне очень нравится Green Day из-за своей жизненной позиции из-за своей политической позиции из-за своей гражданской позиции мне нравится то что они начиная с самого начала до сих пор там нет радикальных изменений в творчестве они занимаются достаточно примитивной но при этом очень крутой рок-музык и панк-рок я сижу до сих пор я смотрю внимательно то что они делают я сижу за ними в инстаграме и там в каких-то социальных сетях вот я мечтаю конечно познакомиться с каждым из них вот недавно были на концертеху Fighters я тоже мечтал что мы с кем-нибудь да и познакомимся вот но к сожалению не сложилось поэтому да я понимаю о чем ты спрашиваешь я люблю Green Day и хотел бы с ними видеть а любимая песня а любимая песня ну их много но вот наверное мне нравится альбом Warning весь очень сильно а из-за того что вот прям любимая заставляет wake me up let's have a breath да Жень мы по очереди да это стороной еще пожалуйста Жень ты хочешь сказать что тот же American Idiot и то что они выпустили то что я слушала последнее ум и достоин они похожи? да да и музыкально очень сильно похожи просто а не с поп-сили да нет ну это ну это музыка которая изначально там задумывается коммерческая она не может быть если ты хочешь послушать какой-то некоммерческой музыки то есть там таких групп там фан-крофа очень много разных вот а Green Day ну я не могу сказать что они с поп-сили они не могут. тут просто очень крутой подход к сауну допустим если говорить о альбоме Dos или Trace где о этом и самого это ну вот любой блин да это что там цельные офигенные дэк ну что в этом плохого в этом ничего плохого я не вижу у нас тоже есть best-table сожжение но старый он например Дэшедуки он более какой-то именно фанк да это фанк-кроф конечно но они были мол у нас тоже есть фанк-кроф все группы изрослеют Это уже неплохо. Как здесь? Да, вот, подождите, вот там дальняя рука. Самая дальняя? Да. Какая самая дальняя рука в конкурсе? Ну, давайте, да. А, пожалуйста. Да, пожалуйста. У меня это был на открытии. Чисклик еще, что мы подойдем с тобой в холода, и я не знаю... Затгеймс – прекрасный фестиваль. Я дешево стык, спробую. Да, вы поняли. Мы познайомились с Экзидитом. Потасовались с Бруто и сразу поехали, потому что у нас на следующий день был концерт с Умах. Это фестиваль Сиддрог. Стосовно Затгеймс, мне кажется, что это фестиваль мая житель, потому что там настолько круто все организовано, и настолько много экстремальных видов спорта. Мне кажется, что это очень круто. Да. Что там делается? Есть вопросы? Да, спасибо. Я возвращаюсь к вопросу Даши, в блоге, когда у вас была фотосессия, у тебя были, извините, носочки, леопардовая франа. Вот. Вопрос. Ты нашел леопардовые... Трусы? Да. Нет еще? Ну, простите, мы тоже карни не нашли. Да, слушайте. На самом деле, я фанат леопардового принта. Это так пошло, что очень яростный камер. У меня есть практически все леопардовые. Ну, очень круто. Кроме красот. Да, кроме красот. Ну, если увижу, я куплю обязательно. Ну, я ж так, типа, я не фанат, я не ищу себе леопардовое красот. Ну, это, по-моему, забавно. Да, право ястор. Да, да. Земляки. Земляки, говорю. А я хотела сейчас спросить. Я говорю, что Гландсоу, это очень интересный тип Гландсоу, да, хочет творить себя, но Солхам это шоу, можно сказать, только по логовым годам. И это единственное, на данный момент, Солх, который работает на творить себя. Не единственное. Ну, одной. Одной. Может быть, может это посвятовать, как человек, который хочет иметь золотарое творчество, а с вами нужно делать какие-то какие-то интересы, которые ты мог бы вам посвятовать начинающему наху пистолетовое творчество? Не рвать жопу, я посоветую. Не надо пытаться засунуть себя в каждую дырку, это пошло и глупо. Надо делать свое дело хорошо. Надо петь в любом случае. Но надо понимать, что кроме тебя Если вам нравится ходить на талант-шоу, то тоже не плохо. Просто будьте готовы к тому, что это просто шаг. Никто из талант-шоу, никто из продюсеров никогда в жизни не делает. Пока вы сами это не сделаете. Важно ходить на кастинги, на пробы, куда угодно. Но при этом не рассчитывайте на то, что сразу после талант-шоу у вашего дома будут собираться люди и покупать ваши диски и слушать ваши песни. Это дает вам определенную узнаваемость на период, на сезон. Да? Я патриот своей державы, я не кого не хотел бы жить в Украине. Но я хотел бы гастролювать в других странах, насколько это важно в максимальной количестве. Я не много подорожую, хотя я не знаю, если гастролю вважать подорожью, то много подорожую. Какие страны у меня наиболее уравнивают в Украине. Сполученные Штаты Америки и, ну, я уверен, что Кройсперс в Украине. Строит. Украине. Украина. Это действительно в том, что вы все идеяли. Да. Хороший. Да. Саша. Вопрос следующего характера. Есть у меня знакомые музыканты, группы. И у каждой группы уже были какие-то выступления, и в «Лимёрке» всегда были фейловые моменты, какие-то очень забавные истории с концертов и такое проще за колесами. Расскажи, какой-то классный момент. Сколько ракет! Позавчера мы играли в Одессе. Я был очень сильно болен, я и сейчас немного приболевший, но был прям сильно болен. Мы спустились после концерта поужинать нам нахрен в стол. За столом были еще наши брюшки. Наш диджей, диджей-полярник, взял бутылку с виски, тарелку с мясом и начал жонгировать. Через несколько секунд все это было разбито на пол. Кто-то пособирал, пришел официант, поднял. И мы, всеми прекрасными дамами, и мы все поехали в отель. Я подразумевал, что будет вечеринка и закрылся себе спокойно на пятом этаже в своем номере, чтобы меня никто не трогал, потому что я решил отдохнуть не очень долго. Но, краем глаза я заметил, что, поднимаясь по лестнице, что полярник несет и не тушить бутылку. В течение шести минут весь четвертый этаж, на котором жил полярник, был заполнен отвратительно ебким газом, белым и пеной. Все! Ковы, двери соседей, все! И в мою дверь Костя, девушки, все постучались с полотенцем ей около, говорили, чуваш, пожалуйста, у тебя единственная роль означата, можно в себе, чуваш? Все зашли ко мне в номер, приехала милиция, в тот момент, как приехала милиция, Коля был уже в костюме бабушки, а он был в очках каких-то, в косынке на голове. Тут приехала Юля, она была до этого в клубе, там, разбиралась со всеми моментами организационными. Ей на ресепшене сказали, что сейчас вызвали милицию, и что нас всех будут забирать. Забудите ваших пальчиков. Коля, короче, дали милиции, ему сказали, вот тряпка нам, вот это, идите, убирайте, и Коля говорит, да я сейчас денег дам, и там вот эти все, типа, взял тряпку, начал тыкать в милиционера тряпкой. В общем, очень забавно было. Ничего не меняется. Закончилось чем? Закончилось, я закрылся в номере, а всех отправил... Я не помню, чем закончилось. Мы просто как-то в сани ушли, а вы остались еще, по-моему, где-то на этаже, там, по всех раздвижениях. Ну, вот как-то так. Но обычно это не происходит, восхищались. Реально. Вопрос справа был. Еще вот из один из эпизодов, более на прошлом выступлении Вики Бугаевой, они выступали, например, в палате или где? В какой-то отеле, там люстра висела, такая огромная люстра под тополком. Я думаю, что на пару миллионов рублей не тянет. И как только ребята отвернулись, они отвернулись, а коря уже на этой душе. Висела. В общем, бывает разное. Да, там молодой человек вставал, самая дальняя рука. Пожалуйста. Да, да. Да, у нас будет два концерта, пятницу и в субботу. Один Four Girls, второй Four Boys. Это два совершенно разных концерта. Ни одна песня в концертах не повторяется. Все. Мы сыграем сорок восемь треков и ни одна из них не повторяется. Программа для девушек особенная. Это редкие песни, это специально подготовленные акробатические номинары. В исполнении полярника. В исполнении полярника. Это любовь, свидания, поцелуи, цветы, нежность такая вся. А вот концерт для мальчиков, это такая вечеринка, на которой будет прям очень жадца. Со всеми вытекающими. Ну и будет сниматься кое-что на обоих концертах. Можете посмотреть наше приглашение на концерты. Если кто не видел, можно посмотреть там. Или зайдете домой, посмотрите. Приглашение на концерт. Никитос. Никито, сука, красивый. Никито красивый и борзый. Борзый и красивый. Радикальный настолько, но нам его постоянно приходится успокаивать. Он нифига не знает, но он думает, что он все знает. Он каждый раз, когда начинается какой-то вопрос, он пытается про все вникнуть. И ему все. Да почему они так стоят, Женя? Они все так должны. И телефон сюда положить, а микрофон лучше что-то так. Ты говоришь, не идите, занимайся другими делами, а я сам все сделаю. А он все равно хочет. Но дело в том, что у него есть огромное... Он не злой, а он очень добрый. Просто вот у него характер, он сердца. Серед, знаете, Равен Фий. Вот. Он, когда пришел в группу, он вообще очень смешно разговаривал. Он вот так называемый. Братушечка, я не могу сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы начали его перед... Никит, так нельзя говорить, ты что, прикалывайся. Это... И каждый раз, когда он пытается изложить какую-то мысль... Мы пытаемся... Ну, сейчас уже, слава Богу, все по-другому, но... Он пытался изложить какую-то мысль, ты пытаешься... Я не вот это пришли в перцовица, я выкупаю, смотри, ну, я тут не был. Этот Вася подошел, ого! И мы как-то со временем к этому привыкли, начали его исправлять. Но это очень забавно. Но у Никиты есть огромная черта, очень крутая черта, характер. Он тоже очень предан делу, очень сильно. И я не встречал еще... Вот это внешне, совершенная противоположность его сущности. Никита умеет все. Он может собрать стол, сделать ремонт. Он может починить гитару, усилитель, выпаять, спаять, разобрать, положить кирпичную стену, что-то шить, ушить джинсы, красиво их порвать, сделать дизайн интерьера, собрать какие-то невообразимые стеллажи из чего, из каких-то подручных средств. Он руками делает... Он очень крутой человек. Вот. И он очень аккуратный. Да, и он очень аккуратный. То есть, если... Он перфекционист. Если что-то не так, он доделает обязательно то, что было идеально. Плачь, крик, вырваются на зону, а ты не давай. Я, тих, смешок, ни самого себя, все не тримай. Наш цифр розлющует в рехнище, нехи це я смею тут врятуватись. И теперь я смогу все терпить. Плата сетки тримай. Стысли, супи, знай, что рядом имям, не давно иде война. Знай, знай, знай. В тратки голос закричал да ломнула струкна. Грай, Рай. Сум, пиль, я закрываю часто в свои головы, пиль, пиль, запрошуешь колитись руки у троги, нас, гниль, використовуюсь умило бросить нас, гниль, спил, розвалює лобни, а я пока сперпить, тримай. Слез, слез зубы, знай, в середине нам неравно, где війна, знай, 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 радий голос закричит, а лопнула струна, ряй, ряй. Спасибо, ребята. Ой, слушайте, без стола так офигенно, что вы сразу не убрали.